Добрый день, дорогие друзья! Это программа «Открытая студия». Сегодня у нас очень горячая тема, потому что, честно говоря, люди продолжают обсуждать то, что происходит с запретами на алкоголь. Люди спорят, помогает или нет. История борьбы с зеленым змеем в России очень древняя. В 1649 году царь Алексей Михайлович не мог не дать вам такую справку и сдал указ, запрещающий монастырям иметь в обителях, то есть продавать, производить и продавать хмельное питье. В 1651 году в своих предложениях для собора русского духовенства царь предписал священническому и иноческому чину от пьянства трезвитеся. Что происходит сегодня? Обсуждаем в «Открытой студии». Начнем с сюжета Алексея Корсунского. Омск. Игровая площадка во дворе одного из домов. Пьяный тракторист не оставил от нее камня на камне. Куда ехал, объяснить так и не смог. Это чудо, уверяют очевидцы, что от таких гонок не пострадали дети. Мы вообще все в шоке. Дети были напуганы. У меня ребенок всю ночь, меня до самой ночи пытал, как, что, откуда, почему он приехал, почему он сломал нашу площадку, у нас и дети там играли. Каких только бед не случается от пьянства. ДТП, несчастные случаи, драки, убийства. В прошлом году МВД зарегистрировало почти 315 тысяч пьяных преступлений. Это на треть больше, чем 4 года назад. Но хорошие новости тоже есть. По данным Минздрава, за последние несколько лет потребление алкоголя в России снизилось на 13%. Ведомстве уверены, благодаря активной борьбе. Сейчас это в основном запретительные меры. Самое популярное – ограничение продажи спиртного в ночное и вечернее время. Но такие запреты, конечно, действуют не на всех. А почему сегодня не на работе? Ну, немножечко вот писал. Выпили и не пошли на работу? Да. Рейд в одном из якутских поселков. Здесь пьют вне зависимости от дня недели или времени суток. Это по официальной статистике. В России потребляют почти 14 литров чистого спирта на человека в год. Жители северного края могут куда больше. Спиваются даже не семьями, а предприятиями во главе с директором. Большим начальником был. Муж пил все. Во многих регионах власти продолжают активное наступление на зеленого змея. Борьбу ведут проверенным способом. В Петербурге, например, вновь сократят часы продажи алкоголя. Сухой закон будет действовать с 10 вечера до 11 утра. Якутские алкоголики в силу этого ограничения не верят. Если они запретят, потом пойдет этот самогол. Наркомания пойдет. Она уже сейчас процветает. Действительно важно понять, какой же результат мы получаем. Представлю гостей сегодняшнего разговора. Начну с Москвы. В нашей студии русский крестьянин, общественный деятель Герман Стерлигов. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте так. Петербург буду представлять уже по ходу разговора. Слово моим коллегам на итальянской Даши Барановой и Кристине Шамовой. Здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Добрый день, уважаемые зрители. Вот интересная у нас сегодня ситуация складывается. Судя по сообщениям, наши же зрители практически не употребляют алкоголь. А вот результаты голосования говорят о другом. Но обо всем по порядку. Сначала как раз начнут с реплик, которые уже пришли к нам на форум пятого канала. И, конечно, в социальные сети, в наши группы ВКонтакте, в Твиттере и Фейсбуке. Ну вот Костомукша. То, что измеряет время продажи алкоголя, этим ситуацию не поменяют. Наоборот, более сугубят тем, что еще больше народу потравят спиртным собственного производства. Или вот такое, Санкт-Петербург. Кроме рекламы алкогольной продукции, все эти подвижки ничего положительного не несут. Такое уже проходили во времена заката Советского Союза. Результат был плачевный. Ну и еще одно мнение из Петропавловска-Камчатского. У нас продают алкоголь с 10 утра до 10 вечера. Вот если бы сократили еще мелкооптовые магазины. Ужесточать надо, страдают наши дети. Ну и я перейду к голосованию на сайте Пятого Канала. Мы сегодня задали такой вопрос. Вам продавали алкоголь когда-нибудь в ночное время? И вот интересно, 47% сказали, что нет. А вот большинство, больше половины наших зрителей все-таки признали, что им продавали. Здесь 53%. Значит, они все-таки в ночное время ходили за алкоголем. Вот такие у нас цифры, Роман. Цифры, честно говоря, ошеломляющие. 53% это больше половины. И это удачный поход за алкоголем. Спасибо. Кристина. Да, Роман, всем здравствуйте. Кроме цифры нашего голосования есть еще статистика в ЦОМ, которая тоже показывает ситуацию в стране. Например, по сведениям социологов, у нас каждый 20-й гражданин страны покупал хотя бы раз алкоголь в ночное время суток. Любители выпить по ночам, честно признаются, что никакие запреты их не останавливают в своем желании выпить. Поэтому они могут всегда договориться с небольшими магазинчиками, чтобы им продали алкоголь. Или обратиться к интернет-посредникам. Они тоже сейчас процветают. Ну или в конце концов купить алкоголь заранее. Так что есть масса способов обойти всевозможные официальные запреты на продажу алкоголем. Спасибо. Герман Львович, если можно, два слова буквально. Вот эти запреты на время продажи, вы считаете эффективны? Вот как председатель общества любителей древней письменности, не могу не отреагировать на ваши слова, которые вы сказали в начале, о 17 веке, когда продавал алкоголь и испивалось в том числе и священство. Я прошу прощения, Герман Львович, давайте так, чтобы в истории... Настоящем вине, виноградном, домашнем, прекрасном вине, я не слышал, чтобы кто-нибудь спивался. Этого нет, вообще быть не может. Спасибо. Вот мы обязательно сегодня поговорим, к чему привели запреты, что мы стали пить. Просто, Герман Львович, прошу прощения, сейчас должны уйти на рекламу. Буквально через пару минут продолжим, оставайтесь на пятом. Возвращаемся в эфир, открытая студия. Сегодня мы обсуждаем, получается ли у нас у России бросить пить. Я сейчас предлагаю первой студии, благо у нас есть такая возможность, проголосовать. Возьмите пульты, пожалуйста. Мой вопрос. После введения антиалкогольных мер вы стали меньше пить? Да или нет? Повлияло ли это? Герман Львович, вот возвращаюсь к вам. Позвоните, я предлагаю изменить вопрос. Я предлагаю поставить вопрос так. Сможет ли Россия бросить пить отраву? Потому что вино настоящее, это не отрава. Вино это благословенный напиток. Сам Господь благословил вино. Вино веселит сердце человека, написанное в Священном Писании. И поэтому я предлагаю правильно ставить вопрос. Нам надо прекратить, чтобы нас травили допускать. Нам нужно запретить производство химических всяких напитков, типа водки и вина. А пиво? Герман Львович, сразу давайте, чтобы мы понимали. А пиво? Пиво тоже отрава современная. А вот раньше пиво делали натуральное. И мы сейчас в Солбаде делаем натуральное пиво. И вообще в домашних условиях, если частично расселить мегаполисы, то сотни тысяч крестьянских хозяйств смогут производить для себя прекрасные напитки. Вот подождите, я тогда не могу не завершить эту классификацию. А что касается самогона? Ну люди вам тоже в деревне скажут, натуральный продукт. Я считаю, что самогон излишен. Потому что это крепкий напиток, он сильно воздействует на здоровье, для питья. А вот как лекарство самогон необычайно эффективен. Для растирания тела, для приема во время простуды и так далее. То есть как лекарство это замечательно. А вот для того, чтобы пить на праздниках, пить на свадьбах, там, ну пить просто за обедом, это, конечно, должно быть хорошее, настоящее вино натуральное. И никакого вреда от этого, кроме пользы, нету. Спасибо, спасибо. Мы уже услышали. Я думаю, что мы чуть позже вернемся к качеству. Но сейчас мы должны понять. Это не качество, это не качество. Там отрава, а здесь полезный напиток. Это не вопрос качества. Это сознательное отравление населения проклятыми учеными, всех людей мира в течение сотен лет. Это же все придумали ученые. Ученые или колдуны? И наркотики придумали ученые. Ученые или колдуны? И в ромоцевтию всю страшную придумали ученые. Вот говорят люди, у меня там муж умер от пьянства. Его убили ученые. Он не умер. Его убили. Это важная, очень важная вещь, которую надо понять. Когда говорят, человек умер от рака, он не умер. Его убили. Его отравили всякой химией, генной модификацией и прочим. Это убийство людей. Беда только в том, что онкологические заболевания на Земле существуют не одно столетие. Это тоже доказано. Это неправда. Онкологические заболевания на Земле существуют меньше столетия. Спасибо. Хорошо. Это версия Германа Стерлигова. Я прошу прощения, у нас есть конкретная тема для обсуждения. Вернемся к алкоголю. Это серьезная проблема. И мы должны понять, что у нас здесь происходит. Готово голосование у нас? Покажите, пожалуйста. Итак, вот после новых ограничений 30% сказали да, меньше стали употреблять алкоголь. 70% нет, но не так эффективно. А женская трибуна как проголосовала? Чуть-чуть больше. Девушки, вы все-таки умеете сдерживать себя. Мужчины, ну, соответственно, 26%. Не такой большой результат. Спасибо. Я сразу... Вы знаете, одна из самых таких мер, которые на слуху, это, конечно, ограничения по времени. Но есть и другие. Я сразу хотел бы блиц такой. Ваше мнение, насколько это помогает? Олег Гаркуша, группа Аукцион. Ограничения, на мой взгляд, помогают вообще, потому что в свое время, когда я пил алкоголь, пил я достаточно долго, где-то около 15 лет, а сейчас, на этот момент, 17 лет, 18 лет, не употребляю алкоголь. Вот ограничения совершенно не было по барабану. Мы покупали алкоголь или на пьяных углах, или у таксистов, или заранее затаривались. Но заранее это, конечно, нужно было очень много сильно затариваться. Нужно было бы еще бегать несколько количеств раз. Это нет. Самое главное не ограничения. Самое главное, я считаю, что нужно сделать какую-то альтернативу, чтобы человек, который зависим, это болезнь, который зависим, он, когда он будет отрезелен, да, с различными моментами, способами, самые лучшие, на мой взгляд, это анонимные алкоголики, вот, тогда у него должна появиться какая-то мысль, идея, чтобы чем-то заняться. Она появляется. Вот. И тогда, когда будет занятие, тогда хорошо. Спасибо. Тогда будет замечательно. Спасибо. Максим Черниговский, генеральный директор клуба профессиональных экспертов алкогольного рынка. Запретительные меры в Российской Федерации на сегодняшний день привели только к одному. Это к увеличению доли контрафакта и к увеличению доли спиртосодержащих жидкостей. Вот ситуация действительно... Максим, но даже если это контрафакт, после, например, 22-х вам его не продадут. Проблема заключается в том, что как раз продадут. У нас, как грибы, выросли интернет-магазины, которые продают алкогольную продукцию. У нас на сегодняшний день куча уже розничных точек, которые получили соответствующую разрешительную документацию и считаются компаниями по общей питу, а ресторанам и кафе разрешается продавать круглосуточный алкоголь. И что самое главное, население уже привыкло к этим ограничениям и, что называется, с хорошим резервом покупает алкогольную продукцию. Спасибо. Спасибо. Юрий Александрович Никулин, руководитель, генеральный директор алкогольного предприятия. Результат обратный. А почему в двух словах? Все говорят одно и то же. Это контрафакт, это левые разные продукции, это бабушки, таксисты и так далее. Юрий Александрович, скажите одну вещь. Вы производите водку. Вы стали производить меньше или так же, или больше за последние три года? Одинаково. Вообще одинаково? Да. Спасибо. Спасибо. Владимир Валентинович Федоров, инспектор второго отдела Центра организации применения административного законодательства. Ну, в какой-то мере. То есть, кто хочет выпить, он пойдет, соответственно, в кафе, в ресторан выпьет. Но люди, не имеющие большого достатка, естественно, они уже ночью никуда не пойдут, спокойно лягут спать. То есть, все-таки вы считаете, что определенную категорию это удержит? Да, да. Спасибо. Я бы сразу, все-таки, поскольку мы сейчас обсуждаем вот эту конкретную очень меру, хотел дать слово еще Александру. Александр, представитель молодой гвардии, которая организовывала рейды, проверяя, организует рейды. Организует рейды на регулярной основе. Что хочу сказать? Ограничение по времени большого результата не даст. Почему? Выйдите в любой магазин в любом спальном районе нашего города в 8-9 часов вечера. Что вы увидите там? Многокилометровые очереди. Что предлагаем мы? Это либо ограничение производства в литрах, еще в чем-то, либо ограничение продажи, которое существует сейчас. Александр, секунду, сейчас давайте позже к ограничениям, которые вы инициируете, меня интересует результат ваших рейдов. И, ну, статистически, там в 4 заведения вы зашли. В 3 продали. В 3 продали? В 3 продали. У нас большинство наших рейдов направлено на проверку, где продадут алкоголь детям. Почему продадут продавцы? Тут нужно задавать вопрос, почему, да? Продавцы продадут не потому, что они хотят споить своих же собственных детей, да? А потому, что дядя начальник, который стоит на диме... То есть, Симон, у вас, ваш волонтер, это был человек несовершеннолетний. Да, все верно. И в 3 из 4 продали? В 3 из 4 продают. У меня короткий вопрос к вам. А что грозит тому, кто продал сейчас? Несовершеннолетнему? Да. От 30 до 40 тысяч штраф. Ой, как страшно. Ой, как страшно. Герман Львович, скажите, пожалуйста, а действительно, когда детям продают алкоголь, да еще ночью, надо вот так вот 30 тысяч штраф брать? Слушайте, нам надо обсуждать вопрос, как нам уходить от продажи отравы в любое время, к продаже натуральных напитков винных, настоящего вина. Вот нам что надо обсуждать. Как нам вообще забыть, как о страшном сете вот эти несколько столетий отравления нашего народа и других народов мира, тем, что придумали проклятые ученые. И как перейти к натуральным продуктам питания. Ведь вино это тоже часть продуктов питания. Это все равно, что обсуждать, знаете, когда продавать отраву вообще. В какое время лучше продавать отраву? Хорошо, секунду. Это абсурдное обсуждение. Я услышал вас. Давайте другую тему обсуждать. Я услышал. Герман Львович, у меня вопрос. Тогда что вы предлагаете? Все существующие алкогольные производства закрыть? А кому дать лицензию? Кому разрешить производить натуральный продукт? Кому? Необходимо разрешить производить натуральные виды всем крестьянским хозяйствам, которые есть и которые появятся. И появится их, кстати говоря, больше в связи с этим. Потому что чем больше свободы для людей, и чем больше продаж натуральных продуктов питания, да еще облегчить налоговое бремя, и тем больше будет натуральных вид вин не в сетях магазинах, потому что в сетях невозможно продавать настоящий вин. Нужно обязательно добавлять там консерванты всякие и прочую ерунду, чтобы долго доходило до прилавка. А свежий, хороший, отличный вин или выдержанный в дубовых бочках продавать в маленьких магазинчиках, как всегда и было. И здесь нужно комплексно менять систему доступа населения до настоящих продуктов питания. Я все понимаю, Герман Львович, но в городах миллионников, где сегодня живут миллионы людей, наше население, невозможно будет покупать еду... Драгоценный мой. Вот для того, чтобы это было возможно, нужно принимать государственную программу о расселении мегаполисов. Вот это и надо обсуждать. Все, спасибо. Если вы требует расселяться мегаполис, тем больше будет настоящего вина, потому что тем больше будет мелких крестьянских хозяйств. Герман Львович, но начнем мы с Москвы. Начнем с Москвы. Ни вина настоящего не будет. Хорошо, спасибо. Я прошу сейчас студии... Чтобы нам сделать так, чтобы каким-то фокусом у нас была не отрава, а настоящие продукты, так не получится. Надо, чтобы миллионы людей опять начинали работать в сельских условиях. Чтобы выращивали картошку и вино делали настоящее. И тогда вы не будете травить своих гостей всякой парашей, а будете пить настоящее вино. Вот это надо обсуждать, как это надо сделать. Хорошо, я прямо сейчас вашу идею, секунду, я прямо сейчас вашу идею хочу поставить на голосование. Вот смотрите, мне интересно, как отнесется студия. Пожалуйста, давайте поднимите руки те, кто считает, что это правильно, закрыть все алкогольные производства. Вот все эти страшные заводы. Поднимайте руки, кто считает, что да. Но начать-то надо с этого, Герман Львович. Секунду, вот я вижу на мужской трибуне две руки. Один сомневается. Три, все-таки три руки я увидел. А девушки? Раз, два, три тоже. Девушки, пожалуйста, аргументируйте, кто готов отказаться полностью, чтобы запретили. Ну? Да не отказаться, а поменять не натурально. Юноши готовы кто-то высказаться? Можно Герману не заставить? Что можно? Герман, вопрос дать вам. Вопрос отсюда от человека, который выступает против. Да, Герман, у меня вопрос такой. Скажите, детям, допустим, 12-13 лет, ваш хваленый самогон, вино, можно продавать? Можно давать? Натуральный? Ну, у нас, когда дети болеют, мы даем стакан горячего вина. Это очень полезно. Настоящего виноградного вина абхазского. Все, я понял. Спасибо. Да, пожалуйста, у нас в комментарии экспертов. Первое, что половина времени нашего эфира занял вот этот эксперт. Таких экспертов вообще приглашать не надо, он ни в чем не разбирается. Юрий Александрович. Что такое вино? Да. Это продукт прямой перегонки винограда. Все, что там есть, какие примеси, они все остаются. Что такое водка? Это спирт, ректификованный, самый чистый алкогольный продукт в мире. Там и эфиров, и альдегидов, и сивушных масел в сотни раз меньше, чем в вине. В сотни. Он этого не знает ничего. Я уж не говорю, сколько стоит вино. Бутылка вина стоит сегодня 500-800 рублей. Герман Львович, Герман Львович, дайте высказаться. Герман Львович, я уж не говорю, что сегодня бутылка вина хорошего стоит 800 рублей. Все, кто уничтожает людей всей этой химией, которая сейчас производится, это преступники и подонки. Герман Львович, дайте договорить. Герман Львович, это мою родню уничтожают русских людей. Вот эти сволочи их испаивают. Это бедные, беднейшие, беднейшие. Ученые придумывают, а эти наживаются потом. Сейчас, секунду, сейчас. На несчастье к миллионам людей. Я прошу прощения, Герман Львович, ну давайте все-таки по очереди. Давайте мы услышим друг друга, как минимум, пожалуйста. Да что он врет? Я заканчиваю. Какой виноград есть в магазинах в вине? Я специалист. Кто он, я не знаю. Я специалист. Он русский крестьянин. Это видно сразу. Рассказывай мне по басенке тут. Значит, может 37 лет прожить, 82% населения покупать вино за 1000 рублей бутылку? Нет, не может. Потому что, я же повторяю, бедные, беднейшие, 60% пенсионеров, это им не по карману. Потому что люди сами делают себе отличное вино. Только если он купит вино, он выпьет всю бутылку, потому что она вкусненькая как бы. А водку он выпьет 50-100 граммов. И все. Да, спасибо. Юрий Александрович, ну то, что у нас страна занимает первое место по употреблению крепкого алкоголя, это факт. О чем хочет Герман Львович сказать? О том, что Россия потребляет в 10 раз меньше винодельческой продукции, чем та же Италия и Франция. Во всем цивилизованном мире действительно ставку государство делает на винодельческую продукцию. В рамках акцизов и налогов и так далее, и так далее, и так далее. Потому что нельзя уничтожить одну зависимость, не заменив ее другой. В Европе и в Соединенных Штатах Америки государство сделало упор, конечно, на развитие винодельческой отрасли. Другой вопрос, Герман Львович. В общем, ученые, конечно, в этой ситуации совершенно не виноваты. Ой, я прошу вас, не надо в этот спор вступать. Вот тут ученые... Просто, Герман Львович... А кто придумал всю эту химию? Политики или бизнесмены? Герман Львович, мы прекрасно... Герман Львович, всю эту химию отравленную придумали ученые. Герман Львович, и продукты питания и вино. Герман Львович, вы общественный, вы общественный деятель. В институтах всяких, химики, биологи и физики. Вас интересует ситуация, которая не сложится до выборов. Вас интересует, как будет жить следующее поколение. Мы это прекрасно понимаем, да? Но середина во всем... Совершенно справедливо. Середина во всем есть главный добродетель общества по психофонту, да? Хорошо, спокойно, спокойно. У меня следующий вопрос, Олег, к вам. Знаете что, вторая мера ограничительная, которая, кстати, из года в год все повышается и повышается. Это, конечно, рост стоимости. Вот уже Герман даже к вам апеллирует тоже. Это все стоит очень недешево. Это правильно, что мы сделали бутылку вина сегодня, ну, импортного, там, рублей 400, наверное, минимум. Что водка тоже у нас так растет в цене. На мой взгляд, опять же, не панацея и вино, и все остальное, да, особенно вино. Вино это для культурного пытья, да, не покупает сейчас нормальный человек, ящик вина по 800 рублей и его пьет. Да, он покупает, если он покупает вино, он покупает сколько там, 50-60 рублей, это самое-самое. Это уже это, как мне говорили, я не могу попротив, потому что не пьющие, да. Как мне говорили, уже вино совсем не то. Порт-Уэйн, как бы, уже не тот. Это первое. Второе, как бы, камушекого город товарища, помимо пациента, который в доме на горе приезжает со всей страны, это бесплатный единственный центр либерационный, там не только художники, музыканты, там большая часть это священники. И я, когда находился в Америке на извлечении, человек, который, отец Мартин, который, ну, занимался, как бы, программой, да, он священник, он и в статусе был священником, и когда он пил, он тоже был священником, был кивистки, валялись под ногами, когда он вел проповеди. Просто я говорю о том, что это касается всех, по большому счету, и все сидящие в студии, не знают, что с ними будет через некоторое время, потому что алкоголь очень хитрая вещь. Ты можешь пить спокойно, 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 а потом раздается такой, как бы, небольшой прыжок, и пошел уже наверх пить ее, и все, и вниз ты только упадешь, когда совсем будешь поплохо. Сейчас, у меня вопрос, все-таки, совсем коротко. Вот, Олег, я понимаю, что когда человек осознал, когда он, скажем, пришел там в дом на горе, дай бог он есть там, еще куда-то, ему нужно, чтобы что-то встало на это место. А до этого, какие ограничения все-таки помогают? Ну, чтобы меньше, чтобы не свалиться. Ему никакие не помогают ограничения. То есть тому человеку, который склонен к алкоголизму, ничто? Никакие, абсолютно. Он все равно найдет, к нему придет товарищ, он выйдет на улицу, он ляжет к каналу. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Давайте узнаем, что говорит страна. Даша, Кристина, вам слово. Да, Роман, конечно, разные реплики приходят с наших регионов, но удивительный у нас звонок есть. Житель Чечни дозвонился, давайте послушаем, потому что это уникальный просто пример. Говорите, пожалуйста. Чеченская республика. Я подтверждаю, что у нас в магазинах водка не продается и пить. Так что верой запрещено. Есть торговый центр «Точка» в Знаменке. Работает два часа в сутки и более нет. От нашего поселения это 7-8 километров. 7-8 где-то. Пьяных у нас нет. Можете прийти ко мне в гости. Спасибо большое. Кристина, спасибо большое. Даша, можно мы сейчас посмотрим сюжет, потом вернемся к вам. Сейчас, драгоценный, вот можно сказать два слова. Вот у меня слобода, а не Чечня. У меня тоже пьяных нет. И в то же время у нас огромные винные погреба, прекрасного вина. Герман, ну мы готовы, так сказать, петь дифирамбы вашей силы воли. Но сейчас, давайте, Герман, все-таки пространу, потому что мы не можем наравне обсуждать регионы России и вашу слободу прекрасную. Тем паче я там не был. Нет, минуточку. Если мы будем жить по заповедям Божьим, у нас везде будет все нормально. И вино будет, и пьяных не будет. Заповеди Божьи. Хорошо. Я прошу сейчас внимания на экран. Давайте узнаем. Это кто-то говорит, что это крайняя мера, что это безобразие, нарушение законодательства федерального. А кто-то говорит, что именно так и нужно бороться с этим недугом. Это сюжет Патимат Гусейновой из Чечни и Дагестана. Пожалуйста. Спиртное продают в месяц Рамадан. Нарушают законы России, Дагестана. Автор этого видео, скорее всего, не думал о последствиях. Ролик стал настоящей то ли провокацией, то ли сенсацией. В священный для мусульман месяц Рамадан власти Дагестана запретили продажу алкоголя. А в этом магазине ослушались. Было несколько фактов подрыва в магазинах, когда закидывали гранаты. Но опять-таки сначала предупреждают. Если предупреждение действует, уже идут на крайние меры. Останавливает ли это торговлю алкоголем? Да, в определенной степени стало меньше. С апреля этого года в Дагестане запрещают продавать спиртное не только в месяц Рамадан, но и в дни светских праздников. Но эти ограничения на производство дагестанских коньяков и вин не влияют. Их объемы, говорят эксперты, растут год от года. Но чаще продукцию поставляют не на внутренний, а на внешний рынок. Шампанские и коньяки мы реализуем почти 75-80% за пределы республики. И на сегодняшний день продукция очень хорошо идет, очень ценится, хорошая продукция. Где перестали думать о производстве своих крепких напитков, так это в Чечне. В Грозном закрыли пивзавод и виноводочный комбинат. Еще с начала 2009 года в республике действует едва ли не сухой закон. У Казарам Зана Кадырова ставит строгие временные рамки торговли алкоголем. Купить его в Чечне можно только в течение двух часов, с 8 до 10 утра. Скажу честно, что теперь все отлично. Вот у нас пивших людей нет, это, конечно, будет неправильно. Конечно, будут такие случаи, но у нас везде сразу распивать спиртные напитки запрещено. У нас аграционная работа очень сильно ведется. Виноводочные магазины в Грозном неприметны. На фасаде никаких особых вывесок. Алкоголь на открытых стеллажах не увидеть. Крепкие напитки под замком. Для спиртного есть отдельные комнаты. В целом же по республике лицензию на продажу имеют только 30 магазинов. Даже по ответственности предпринимателя травить свой народ, травить ближайших соседей, да, скажем, и просто граждан страны, ну, это неправильно. Власти хотят перенять опыт некоторых мусульманских стран, например, той же Саудовской Аравии, где пить разрешается только в дорогих отелях, а вот появляться в нетрезвом виде на публике запрещено вовсе. А слушаться Рамзана Кадырова и нарушить постановление правительства Чеченской Республики никто не рискует, по крайней мере на людях. Поэтому, если кто и выпивает, то делает это дома. Либо предпочитает проводить свой уикенд за окружкой пива или бокалом вина за пределами Чечни. Ну вот смотрите, такой закон уже фактически в одной из республик существует. Сейчас я хочу вернуться к регионам, что нам пишут. Даша, вам слово, пожалуйста. Да, Роман, конечно. Вот наши зрители сегодня говорят о том, что все-таки запреты касаются в первую очередь людей, которые болеют алкоголизмом, а не тех, которые здоровое население, которые просто изредка в праздники выпивают. Вот такие мнения. Ну, конечно, раз уж мы говорим о вине, от него не избавиться. Москва. Раз глядут ограничения, значит, цена на алкоголь опять повысится. Чего уже добились этими запретными мерами. Того, что в России сокращается потребление вина, зато растет именно пиво и алкоголь. Да и вино из-за этих нововведений только дорожает. Но вот я обращу внимание, тут именно о цене продукта мы говорим, а не о качестве. Еще такой вот призыв из Подольска. Не надо всех нас считать алкоголиками и тунеядцами. Алкоголь не наркотик. Еще никому не мешал бокал сухого вина или даже стопка водки. Очень обидно, когда хочешь купить бутылочку для встречи с друзьями, а уже поздно. Оставьте нас в покое со своими запретами. Но еще одно мнение серпухло. Смысла сокращения времени продажи я не вижу. Кто хочет напиться, тот это так и сделает. Так что, Роман, наши зрители пока что против вот этих вот нововведений и запретов. Позвольте мне тоже сказать одно слово буквально. Спасибо. Это очень плохо, что мы пытаемся ориентироваться на мусульманские республики. Нам надо опять становиться православными. Мы сейчас стали безбожным народом. Говорят, вот у мусульман так, у христиан это. Да сейчас не христиане русские. Сейчас русские это безбожники. Нам надо возвращаться к православию. И в православной вере там не может быть места пьянству. И нужно, чтобы люди выполняли заповеди Божии. И чтобы выпивали мало. По чаше хорошего вина. И это очень полезно. Герман Иванович, все хорошо. Только давайте это решение человек будет также принимать сам. Хорошо? Вот сам человек должен это решение принять. Вы же обсуждаете, каким образом нам сделать так, чтобы у нас не спивался народ. У нас спивается народ от духовной пустоты. У нас алкоголь продают вне зависимости от религиозной принадлежности. И вот эти миллионы безбожников испиваются. Услышали. В этом проблема. Владимир Валентинович, а вам как кажется, вот только что видели очень интересную историю про такой радикальный запрет. Вы как прокомментируете? Да нет, это не надо. Совершенно не нужно. Вот с 10 вечера до 10 утра это вполне достаточно. И вот насчет акцизов, поднятия стоимости алкогольной продукции, чем выше стоимость натурального алкоголя, тем больше доля контрафакта на рынке. Вы знаете, я вернусь к ситуации, которую рассказал нам Александр, ваш сосед. Вот эти рейды показали, что это законодательство не напугало, что нарушений очень много. 53% на сайте написали, что да, им удалось купить во время запрета алкогольную продукцию. Почему у вас не получается с этим бороться? Ну почему не получается? Мы с этим боремся. Но не получается. Сколько их магазинов, понимаете? И у любой предпринимателя основная цель это получение прибыли. Не важно как. Если он хороший предприниматель, он не будет продавать ночью. Если ему все равно, то... Скажите мне, сегодня как вы получаете информацию о том, что в таком магазине продают ночью алкоголь? К нам приходят заявления, есть сайт ГУВД, кто-то пишет. А люди пишут, обращаются к вам, кстати? Серьезно? Много? Да, достаточно. Ну а сколько вот, все-таки, я не знаю, там за год у вас обращений 100 тысяча, 10 тысяч? Не одна сотня. Не одна сотня. Вы каждый раз реагируете? Вы едете, проверяете? Да, естественно. А вы можете делать то, что делает Александр? Так сказать, такую провокацию? Подослать человека в 23 в полночь, чтобы он попробовал купить? Так мы этими занимаемся. Нам пришло... Они с нами и работают. Пришло заявление вот в таком магазине. Спасибо. Сообщайте, друзья мои, если вы становитесь свидетелем такого нарушения, то сообщайте, это не останется без внимания. Спасибо. У нас сейчас короткая пауза, у нас еще одна запятая. Через пару минут продолжим разговор, оставайтесь на пятом. Возвращаемся в эфир программы «Открытая студия». Мы спорим о том, как должен происходить оборот спиртного в России, удается ли нам сократить его потребление теми запретительными мерами, которых довольно много было в последние годы. Я все-таки сейчас хочу... Я могу с вами поделиться опытом Киева, кстати говоря. Очень интересным. Про... Еще раз герман, Людмилович. Могу поделиться с вами опытом Украины. Там Азаров и Янукович думали, каким образом сократить вредное воздействие химических моющих средств на поверхностные воды. И знаешь, что придумали? Они запретили химические моющие средства, все фосфатные, с переходным периодом в 7 лет к натуральным моющим средствам. Вот примерно так же надо делать и с вином. То, которое отравленное вино, от которого гибнут люди, запрещать с переходным периодом полного запрета в несколько лет. А за это время расселять частично мегаполисы, заводить тысячи крестьянских хозяйств, снимать налоги на продажу натурального вина, а на искусственное вино, вот это отравленное, повышать налоги. И таким образом произойдет замещение. Надо спокойно и грамотно, безо всяких революций действовать, но незамедлительно, потому что время не ждет. Люди спиваются, людей травят, и они погибают. Вот это сволочи травят себя, которые в том числе у вас в студии сидят. Спасибо. Давайте тогда еще раз о качестве вина, о его натуральности. Максим, ваш здесь комментарий. Я уже сказал, да, что, конечно, Россия мало потребляет вин, вот, а сволочей в этой студии нет, Керман. Это вы, конечно, зря. Вы мне, объясните, мне, пожалуйста, что... Но мы же не говорим о том, что в московской студии сволочи. Максим, не переходите на личности. Герман, я вас тоже к этому призываю. Давайте обсуждать проблему. Они наживаются на здоровье и смерти к миллионах людей. Это сволочи. Объясните мне, пожалуйста, еще раз. То вино, например, которое продается в магазине, написано, сухое вино, вот там, что там ненатурального? На самом деле... Да ничего там натурального вообще нет. Да, Герман. Проблема... Да я вам отвечаю со знанием дела. Просто Герман за меня отвечает. Так. Значит, проблема низкокачественной алкогольной продукции, она существует. Это касается и винодельческой продукции, и водки, и так далее, и так далее, и так далее. Но опять-таки, надо же понимать, первый источник. Ведь виноват не производитель, да, и ученые в этом не виноваты. А виновата система взаимоотношений. Вот сидит Олег. Да нет, виноваты те, кто придумывает отраву. Подождите. Герман, дайте сказать, пожалуйста. Потом виноваты те, кто ее продает. Вот ты пил. Из-за чего ты пил? Ну, прежде всего, виноваты те, кто придумывает всю эту отраву. Вот что явилось первопричиной? Дайте услышать Олег Гаркуша. Давайте начнем с того, что вырос замечательно в советское время, да, и у нас подростков и потом уже юноши, да, было масса, скажем, дел, было чем заняться, хоккей, футбол, кружки и так далее, и так далее. Конечно, постепенно с возрастом мы начали, кто-то быстрее стал употреблять алкоголь, кто-то позже, я где-то лет в 19-20 начал употреблять, да, сначала это было тихо-тихо-тихо, потом это по ступенечкам, как я уже говорил, возросло. И когда уже моя история превратилась в алкоголизм настоящий, это ближе к 90-м годам, когда появился пословутый спиртный рояль, когда была такая задача не сколько выпить, а сколько достать, чтобы выпить. Вот, и когда мы все поголовно просто бегали по городу, искали вот это, чтобы достать, чтобы выпить, естественно, выпивали, соответственно, да, жизнь превратилась в ад. И где-то около 6-ти лет, до 96-го года, пока я не уехал в Америку, как бы все это продолжалось. Питье, напитки, напитки, мы пили все абсолютно, бог милой, красную шапочку не пил. Да, но пил зубные капли, там, какие-то еще вещи, ну, потому что, как бы, плохо, да, соответственно. А как зовут-то кто был? Жизнь была, жизнь была. У нас не бизнес, а жизнь была. Подождите, дело в том, что ситуация, человек, когда пьет, почему он пьет? Он пьет с радостью, он пьет с горя, он пьет, потому что его ругают жена, он пьет, потому что его начальник хвалит и, наоборот, ругает и так далее, и так далее, и так далее. Причину найти может он всегда. Подождите, подождите, но дело в том, что человек, который пьет, он, в конце концов, сам уже не понимает, почему он пьет, понимаете? И остановиться ему самому крайне тяжело. Есть такие прецеденты, когда человек остановится сам, но есть прецеденты, естественно, очень многие, Когда человеку помогают Олег, а вы согласитесь с термином Который нам предложил Герман Стерликов Душевная пустота От этого пьет И это тоже, с этим не соглашусь Я не соглашусь только тем, что про натуральное вино Дело в том, что смотря сколько его выпить Вы можете выпить бокал вина А можете выпить 10 литров И будет ли разница между бокалом и 10 литром Я думаю, даже от натурального вина Будет и очень большая Если бы в магазинах не было алкоголя Ты бы его нашел в 90-е годы Спасибо Да, еще комментарии Слушайте, я вот для того, чтобы Для того, чтобы более аргументированно спорить Я хочу пригласить всех желающих Я приеду в Питер 15-го числа с бочкой вина 15-го ноября с огромной Бочкой виноградного вина Для того, чтобы они попробовали Там будет много вина Кто хочет, столько и выпьет И посмотрит, какое это опьянение Это совсем другая вещь, это не химия Герман Львович, приезжайте в Петербург Договорились Надо, конечно, воздерживаться и с натуральным вином Не надо меру знать во всем Конечно, но если пьешь отраву Ты привыкаешь к ней Там есть такие вещества, которые за счет чего человек спивается И это особенно водка этим отличается Почему у нас вся страна испилась на этой проклятой водке? Потому что к ней привыкаешь Это привыкаемость А к натуральному вину нет такой привыкаемости В этом разница, понимаете? Спасибо Герман Львович, мы договорились Мы с удовольствием вас ждем с бочкой к нам сюда Это отлично Я все-таки хочу вернуться В библиотеке Маяковского буду угощать всех желающих 15-го числа в 5 часов вечера Виноградным настоящим вином И заодно мы, кстати, там книги будем раздавать Спасибо, мы услышали Мы возвращаемся в день сегодняшний К тому, в каких реалиях живет вся страна И запретов все больше Что из этого принесет пользу? Я еще раз этим вопросом возвращаюсь к своим гостям здесь Юрий Александрович, с вашей точки зрения, как надо бороться? Продуманно и постепенно Вы что вкладываете в эти мягкие слова? Продуманно Это, значит, не только закручивать гайки А смотреть на проблему всесторонне Вы мне скажите конкретную меру, которую вы поддерживаете? С детьми Работа с детьми дошкольного-школьного возраста Это самое главное Хорошо Я сейчас вашего соседа хочу спросить Максим, скажите мне, пожалуйста Сейчас, да, только у меня вопрос А почему Европа, если мы сейчас посмотрим Она практически отказалась от всех тех запретительных и ограничительных мер Такие страны, как Франция, Италия, Германия, Италия Там нет этого, почему? Весь Евросоюз отказался И Соединенные Штаты Америки Десять лет тому назад Тоже антиалкогольная реформа Повышение акцизов Соответственно, повышение цен на алкоголь Привели к тому, что появились тоже суррогаты Появилась нелегальная продукция И что самое главное Уровень потребления психотропных средств, наркотиков Западной Европы и в США увеличилась Причем существенно увеличилась Быстро они от всего этого отказались Кстати, их тоже придумали проклятишь ученых Сейчас, сейчас, сейчас И главный принцип Нельзя уничтожить Это западноевропейский принцип Нельзя уничтожить одну зависимость Одну зависимость, не заменив ее другой Ставка была сделана Ставка была сделана На массовые Ставка была сделана На здоровый образ жизни В школах, в университетах Огромные многомиллиардные программы Огромные многомиллиардные программы Прошло 10 лет Маленькая Финляндия Посмотрите, сколько там спортсменов Хороших хоккеистов Футболистов Фигуристов Швеции Они тоже духовно пусты Потому что это клоуны на арене Это всего лишь циркоти Которые выступают На зрелище Политики здорового образа жизни Пока у нас, если говорить о антиалкогольной реформе Нельзя заменять очень плохое каким-то платим Нужно заменять плохое, которое... Спасибо Вот в чем суть Спасибо А вы предлагаете заменять плохое... Сейчас, Герман Львович Одну секунду, Герман Львович Мы все услышали про Бога Уже не один раз Ну дайте человеку выбор Но не... Все плохое на все хорошее Вот как надо делать Понимаете? Я понимаю Мы всегда за все хорошее против всего плохого Только оно у каждого свое Ну дайте человеку свободу чуть-чуть Поехал Я обращаюсь только к тем, что ориентируется на православие Я же не мусульманин, чтобы обращаться к мусульманам Я прошу прощения Олегу Гаркуши слово Я хочу продолжить Мы с Максима, конечно, нужно, естественно, создавать, чтобы люди занимались чем-то Но при этом государство должно быть заинтересовано в том, чтобы было А. Большинство своем... Очень много реабилитационных центров бесплатных Потому что тот же дом на горе, это бесплатный центр А сразу же человек туда сам должен прийти? Да, да, да Бесплатный центр через страну прийти И, Б, всем компаниям алкоголем Обязать, чтобы они Обязать, чтобы они деньги, которые С реализацией, чтобы они посылали на эти центры Спасибо, спасибо Услышали? Это может быть специальный налог На самом деле, который бы существовал Надо заводить свои хозяйства Надо делать натуральное вино Понимаете? Надо менять на хорошие вещи А то вот давайте на что-нибудь Заменим там пьянство Да не надо на что-нибудь Надо на то, что делать людей счастливыми Вот на что надо менять Хорошо Слово моим коллегам на итальянской Даша Кристина, пожалуйста Да, Роман, вы знаете, вот наши зрители Все-таки в реальности Они погружают ее В ее и наших экспертов, конечно же И вот некоторые мнения По поводу ограничений, конечно же Которые не работают И уж здесь голи предприниматели Именно на выдумке хитра Вот их, в общем-то, мнение И такое самое популярное сегодня из Москвы Около моего дома Есть как минимум два круглосуточных магазина В которых постоянный покупатель Знакомый продавцам в лицо Без каких-либо проблем Может купить этот алкоголь Нужный по крепости В любое время суток Извините, это сегодня самое популярное мнение Ну и вот про таксистов Контрабанду и самогон Мы уже говорили И вот необычные точки зрения Все-таки где же можно приобрести этот алкоголь Из Борск У нас можно купить ночью в аренду Вместе с едой на заказ После перевести на выбор суши Плюс подарок В итоге привозят подарок И эту бутылку Можно обойтись всегда Ну и вот еще такое мнение Из Ульяновска Кстати, очень частый вопрос сегодня Смежный с нашей темой Про аптеки и продукцию Которую продают там У нас уже давно поднимается проблема Торговли с жидкостями Которые не предназначены Для употребления внутрь Но из-за содержания в них 75% Этилового спирта И низкой цены Их целыми пакетами Приобретает известный пласт людей Вот действительно Отрава Которую надо запрещать продавать А не ваше вино О котором вы говорили Да, и так же все наркотики Большая часть продается в аптеках Да, и Роман У нас конечно еще История, которую просто нарочно Не придумаешь И об этом надо говорить Что главные наркоторговцы Это аптеки Все эти аптеки Это там, где вся эта отрава и продается А мы завтра Герман Лёвич Про аптеки Мы завтра и про лекарства Серьезно Завтра разговор именно про аптеки И про лекарства В аптеках продаются наркотики Все химические наркотики Продаются в аптеках Аптеки это и есть наркоторговля Аптекари это и есть наркобароны Все эти уважаемые люди Фармацевты Это и есть системные убийцы Даже больше Чем производители водки Это тоже все придумали Проклятые ученые Спасибо Герману Стерлигову Я только добавлю Что завтра в открытой студии Мы обсудим поддельные лекарства Возвращаемся на итальянское Слово Кристине Шамовой Да, Роман Давайте примем пару звонков Конечно, очень много сегодня Дозванивается по поводу Некачественного Торговли некачественного алкоголя Буквально во всех подробностях Готовы описывать такие ситуации Наши телезрители Давайте один такой пример послушаем И потом еще один Говорите Ирина Анатольевна Улица Воронежская Санкт-Петербург Стоит в регион Киоск Там продают Круглосудно Водку за 100 рублей Это тем более не водка Знакомые покупали И отравились Они спаивают Рядом магазин Ну недалеко Боровая Там тоже водкой торгуют Улица Воронежская Идет прямая дорога К метро Водный канал Вечером ребята Гуляют Вечером выходят И покупают нам водку Пиво и водку 11 отделение В курсе Я звонила На горячую линию Прокуратура Я им оставляла Свои данные Никакой реакции Нет Сегодня Я выходила В булочную За булочкой У меня стояли Знакомые соседи Они с этой бутылкой Только купили С этого киоска Спасибо большое Вот Роман Это очень страшная история Дело в том Что я Вне эфира Немного разговаривала С этой женщиной Она сказала Что эта точка Находится недалеко От студенческого общежития То есть Очень огромный поток Студентов Проходит мимо нее И вот получается Что многие Потенциально Могут отравиться Какая разница Где какая точка У вас в студии Сидит производитель С этой отравы Какая разница Где какие точки Когда мы знаем Где стоят заводы Где это производится Я прошу прощения Вы из Москвы Не приедете С этим разбираться Дайте пожалуйста Здесь комментарий Нам услышат профессионал Владимир Валентинович Вы готовы заняться Вот конкретной точкой Вот этим сигналом Да конечно А мы готовы вам Завтра дать для этого Команду Съемочную группу Давайте вы вместе Туда сделаете рейт Да Да договорились 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 Отлично Это мы я надеюсь Ликвидируем Спасибо Еще звонок у нас Кристина Да давайте Да 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 Давайте послушаем Из Тамбова Житель готов Говорите Тамбовская область Я пиваю Я пиваю алкоголик Выпиваю в сутки От 7 до 12 лет И где ваши запреты Если вы так хотели Хотели бы Так все решить С кем они борются Я не знаю В центре города Я могу Столько магазинов Показать Что где Я могу взять Это пиво Начиная От ларьков Кончая Магазин Да В любое время Суд Без проблем Вот пожалуйста Роман А я могу назвать Кучу заводов Где производится пиво Да Спасибо Я тогда Владимир Валентинович Вам хочу Такие цифры Привести Комментарии Очень грустные Федеральные Антимонопольные службы Ваши коллеги В погонах Потребление вина В стране За последние годы Существенно упало Тогда как пиво Столь же существенно Выросло При этом От 30 до 50 Процентов Всего Российского Рынка Водки Находится в тени А с этим Что можно сделать Это вообще Вопрос Изначально К производителям То есть Этот алкоголь Находится в нелегальном Обороте Правильно Вот Поставщики Поставляют В розничные Магазины Алкогольную Продукцию С лицензией То есть Магазин имеет лицензию Поставщик Поставляет им Товар Правильно Вот А вы На каком этапе Полиция На каком этапе Можете с этим бороться Мы на всех этапах Можем бороться Но Подожди Как Если у нас От 30 до 50 Находится в тени Вот Фактически Ситуацию Описывает нам Антимонопольная служба Я понимаю Что она описывает Большая часть Алкогольной продукции Доходящейся В нелегальном обороте Идет С Кавказского региона Начнем с этого СОО Аланья Там И все Вот такие Знаешь Вам надо на дорогах Ловить По всей видимости Да Ну вот идет фура Вот представьте В часть фуры Идет нормальной Алкогольной продукции И часть уже Без федеральных Специальных марок То есть оно Находится Вся беда в том Что они Неотличимы друг от друга Кроме документов А документы У них будут хорошие Вот пожалуйста Вот мы едем И все А тогда В какой момент Вам проще Поймать Все таки Дело Не в том Проще поймать Или не проще Дело в том Чтобы их Поймать То есть И чтобы Наступила ответственность Для Недобросовестных Хорошо Услышали Комментарий Да Кто здесь Да Давайте Сейчас дам вам Говорите Вот все Здесь говорили о том Что пьют От радости От горя От душевного Несостояния Но молодежь 13-14 лет В первую очередь Пьет От интереса Интереса к алкоголю Идя в магазин Покупают Самые дешевые Какие-то Алкогольные коктейли Ту же самую водку И если запретить Полную продажу Алкоголя Это не поможет Потому что Есть там Старшеклассники Допустим Которые подают Пример Теми же самыми Препаратами Из аптек Или же Сейчас нашли Такой новый Современный способ Увеселения Это газовый баллон Как вас зовут? Марина Марина Вы сказали Пьют потому что Интересно От интереса Ну я даже готов Понять Наверное Может быть Вот Вы же можете Сказать маме Или папе В конце Слушай Мне интересно Попробовать Можно я попробую Ну знаете Допустим Мой пример В том-то и дело Что мне не стыдно Подойти И спросить Там У родителей Почему Пьют Зачем И что Лучше пить В том же самом Семейном кругу А не на лавочке Где-то там С подружками И в чем проблема Проблема в том То что Родители не ведут Открытый разговор А дети там Втихаря Так скажем Употребляют Алкоголь А когда Подросток идет Пятый Двадцать пятый Раз в магазин Это почему Он уже все знает Ну тут уже Виноваты наши власти Которые не делают Мер для того Власти виноваты Ну для того Чтобы ребенок Не шел В магазины Не покупал Чтобы ему в первую очередь Не продавали Эту продукцию Понятно Да Еще у нас комментарий Да Ну я хотела бы дополнить Ребенок идет в магазин Просто потому что У нас написано Что не продают Алкоголь Детям И дети конечно Стараются Быть более взрослыми Им хочется быть Похожими на взрослыми И таким образом Они чувствуют себя Взрослее Они идут Покупают этот алкоголь И думают что Ребенок идет в магазин Потому что он живет в городе Таким образом они Взрослее Несчастные люди Которые живут в городе Они не знают куда девать детей Да Дети по магазинам Которые по бартерям Сидят на интернете И становятся уродами Подождите еще Пока Пока города не расселены Потому что родители держат В ваших поганых городах Детей Услышали Спасибо Спасибо Услышали Попытка быть взрослыми И так вот это чувство Я считаю что Нужно менять Как-то Запреты На продажу Алкоголя детям Чтобы это не выглядело Как То чтобы Детей принижали То что их не воспринимали Как взрослых Чтобы не было Вот этого психологического фактора То есть вы предлагаете Разрешить Нет я предлагаю Сделать это Каким-то иным способом Ну а как например Не в открытую заявлять Что продажа Только там Лицам с 18 лет С 21 года А как-то Иными формулировками Это чтобы Не было Психологического принижения Спасибо Ну я понял Вашу мысль Очень коротко Уже совсем мало времени Слушайте С девушкой У нас 60% алкоголизма По данным словам Возникает Именно в раннем Детском возрасте Так нам нужна Ответственность На продавцов На тех Кто организует Эти точки продажи Больше делать Тогда у нас Ребенку некуда будет пойти Придет в магазин А ему там не продают И что ему делать А родители в вашей И родители тоже У нас проблемы У нас проблемы Не в бизнесе У нас проблемы В голове Проблемы в голове Тех кто покупает Тех кто продает Услышали Все-таки Что касается Вот этих историй Запретительных Что нас ждет Вот я хочу вас спросить Как вы думаете Будет развиваться ситуация Олег Мне кажется Абсолютно то же самое Что было всегда Пили, пьют и будут пить Это первое Да вранье Опять же техника Техника Еще хочу добавить Человек не умеет пить Лучше не пей Ты врешь Мужчина Не пили на Руси никогда Последние несколько сот лет Пьют Когда проклятые ученые Все это Спасибо Герман Львович 30 секунд вам Пожалуйста 30 секунд Он кревет Он кревет на мой народ Русский народ Это трезвый народ Его споили Этой водкой Пивом И химическим вином И нам надо переходить Обратно к натуральным продуктам питания Натуральному вину И запрещать Всю эту науку Проклятую Пока она нас не удавила До конца уже Уже нет ни воды настоящей Ни продуктов Ни здоровых людей Мы все рассуждаем Когда отравой торговать Раньше или позже Два часа в день Или пять часов в день Спасибо Это был Герман Стернегов Русский крестьянин Спасибо большое Максим 20 секунд Надо расселять мегаполис Это решение всех вопросов От национального вопроса До продаж натурального вина Потому что Мы уже поняли Что вы трезвое лицо России Герман Я искренне считаю Что Россия может пойти По плохому пути Если запретительные меры Мы не прекратим А не войдем В нормальную европейскую Форму взаимоотношений Нужны Сейчас секунду Все спасибо Я понял Я прошу прощения Уже совсем мало времени остается Вот я от себя скажу Так кстати о футболе Может быть пора прекратить Сходить с ума От большого футбола Когда подростки Становясь болельщиками Смотрят все это под пиво И водочку Может быть надо начать Строить стадионы Простые маленькие Во дворах Чтобы они играли Может быть и папы тоже Тогда пить будут меньше Спасибо большое Это была открытая студия Сразу после нас Специальный проект С Вячеславом Разбегаевым Агентство специальных расследований До встречи в эфире До свидания Редактор субтитров А.Семкин